Собор святителя Николая Чудотворца, православный храм в Ницце, 15 декабря 2011 года в ведении Корсунской епархии Русской Православной Церкви, Московского Патриархата. После строительства начатого в 1903 году, завершившегося в 1912 году, собор находился в ведении Православной Российской Церкви. Затем с 1923 года Управление собора осуществляло зарегистрированную Русская Православная Культовая Ассоциация, представлявшая приход перед французскими властями. И с 1931 года перешедшая под временную юридицию Константинопольского Патриархата вместе с Западноевропейским Эксгархатом Русских Приходов. В 2009 году решением суда здание собора было признано находящимся в собственности Российской Федерации. В 2011 году передавший храм снова в пользование Русской Православной Церкви, Московский Патриархат. Это одна из известных достопримечательностей Ниццы, по оценкам СМИ, самый большой в Западной Европе православный храм. История иконы святителя Николая Чудотворца Ницкого Никольского собора трогательна и небезынтересна сердцу каждого русского человека. Она принадлежала наследнику престола, цесаревичу Николаю Александровичу, старшему сыну императора Александра II. И при его кончине в Ницце в 1865 году находилась у его смертного отра. Позднее его мать императрица Мария Александровна отдала икону в русскую церковь на улице Лоншан, где в апреле 1865 года совершалось отпевание ее сына. Когда на месте кончины цесаревича была построена часовня в память об этом печальном и драматичном событии русской истории, икону поместили над входом в часовню, где она пребывала немало лет. Под воздействием палящего южного солнца и влажного приморского климата верхний иконописный слой стал разрушаться, а лифа, покрывающая икону, собралась в темные застывшие капли, и с годами изображения святителя Николая на образе совершенно потемнело. Позже, когда рядом с часовней был построен Никольский собор, икону с неразличимым изображением поместили в алтаре храма на внутренней стороне иконостаса. В 1935 году, за 8 дней до праздника Николы Летнего, митрополит Владимир Тихоницкий, прослуживший на Ницкой кафедре дольше других русских архиереев, заметил светлые пятна на иконе, которые с каждым днем увеличивались, и уже к 22 мая было хорошо видно прежде утраченное изображение Николая Чудотворца, небесного покровителя самого большого и красивого русского православного собора в Западной Европе. В честь обновления храмового образа был отслужен благодарственный молебен, а эксперты, к которым не раз обращались за консультацией, заявили, что невозможно найти иного объяснения этому явлению, кроме духовного. Прихожане собора и многочисленные приезжающие в Ниццу паломники увидели в обновлении храмового образа чудесное проявление промысла Божия. Икона стала восприниматься как чтимая святыня собора и покровительница всех чад Русской Православной Церкви на юге Франции. В наши дни поклониться этому чудному образу стала доброй и благочестивой традицией для всех православных людей. Русской Православной Церкви